Согласно данным городской прокуратуры, в 2016 году в столице не было зафиксировано ни единого случая употребления наркотиков несовершеннолетними, за исключением инцидента, произошедшего 26 декабря с тремя сухумскими школьниками. 26 числа, где-то к часу дня, поступило нам сообщение о том, что трое несовершеннолетних подростков, ученики средней школы номер один, были доставлены в республиканский экологический диспансер. Один из них, двое, вернее, ученики 11 класса, один, по нашей данной информации, ученик 8 класса. Ученик 11 класса, один из них был в тяжелом состоянии, крайне тяжелом состоянии, а двое из них были в средней тяжести. Наркологическая экспертиза не смогла установить, под действием каких веществ находились школьники. Все тесты, имеющиеся в распоряжении наркодиспансера, показали отрицательный результат. Однако, со слов самих ребят, следует, что они употребили некое курительное вещество, которым их угостила знакомая девушка. Была установлена несовершеннолетняя, которая фактически предоставила данное вещество, данную смесь. И по данному факту была произведена в доме некая несовершеннолетняя проверка, где было найдено такое вещество, марихуана, в размере 0,7 грамм. То есть, в итоге, по данному факту, нами было возбуждено уголовное дело и направлено, как я сказала, в отдел для знаний. Проблема курительных смесей уже несколько лет остро стоит в соседней Российской Федерации. Ежегодно от употребления этого синтетического наркотика там умирают более 8 тысяч человек, большинство в возрасте от 14 до 18 лет. Законодательство Абхазии не предусматривает какую-либо ответственность за ввоз курительных смесей или сырья для их изготовления на территорию республики, так как они не входят в перечень наркотических веществ и могут лишь с натяжкой быть квалифицированы, как остальные психотропные вещества. Создать подобную норму тоже крайне сложно. Химический состав курительных смесей постоянно меняется. А главная опасность состоит в том, что одинаковые на вид и вес пакетики могут содержать совершенно разные химикаты, в том числе вызывающие паралич дыхательного центра, за которым следует мучительная смерть от удушья. Заместитель министра образования Абхазии Мидея Чингелия рассказала о мерах по противодействию подростковой наркомании, которые предпринимаются в учебных заведениях республики. Учителя, воспитатели, классные руководители, руководство наших школ проводят беседы, лекции, беседы с родителями по поводу этого зла. Но, однако, этого недостаточно. По словам Мидея Чингелия, дети пробуют наркотики зачастую от того, что не находят понимания и любви в семье. Решение такой проблемы требует комплексного подхода, как со стороны родителей, так и со стороны государства. Конечно, я могу сказать, что этого недостаточно. Беседы, лекции, что проводят учителя, да, это все проводится. Но этого, практика показывает, что это недостаточно. Дети больше владеют информацией, чем наши учителя и воспитатели. Вы понимаете, мы должны как-то выработать общую программу, наверное, реализовывать программы вместе с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, в частности, детской комнаты, с Министерством образования, с молодежной политикой. И все, разработать этот комплекс – это государственная программа. Эта программа не только касается образованию, только с этим злом мы одни не справимся. В то время как во всем мире борьба с подростковой наркоманией является одной из наиболее остро стоящих проблем общества, в Абхазии эту тему предпочитают замалчивать. Исходя из официальных данных, такой проблемы практически не существует, а имеющиеся инциденты носят единичный характер. Как обстоят дела на самом деле, многие знают не понаслышке. А вот к чему может привести наше молчание, покажет время.